слышу вас хорошо хорошо слушаю нашел вот ваш контакт skype через youtube канал благовестие так слушаю так и есть по адресу пришли да ну не так давно посмотрел вот ознакомился с каналом содержащим вот только одну вещь не совсем понял вот в википедии написано что вы православный миссионер в каких-то видео на четверлетке говорили что старовер и не может не так понял ну и когда корень откуда происходим но мы признаем официальную церковь то все правильно такой старовер или просто православный а про старовер старовер родители староверы я староверческой семье родился беспоповцы киржаки называются да 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 потом мне библию попала в руки после армии то и мы православная церковь алтар не чути православным храме кто алтар не чути православном храме алтарники в алтарник нет я слова не пойму какой-то алтарники или кто ну алтарник алтарник но тарик это в алтаре который прислуживает да я так понял то что в алтаре под ничей да это же не про не вера часть того кем он находится нибудь нет нет я про вас говорю но я чтец простите простите чтец чтец я могу я проповеди говорю при митрополите говорю проповеди православном храме до православный в барнауле в барнауле в деревне я сейчас сейчас митрополита мы ждем воскресенье он приедет день деревни у нас он приезжает со священниками там секретарь семинаристы хористы много их приезжает нужный вот хорошо хорошо а как вообще у вас вот расписание в деревне то есть вы рано встаете 440 рано я встаю я стою раньше в 330 регулярно регулярно это правило такое прям правило а петухи во сколько кричат а у меня нет петухов никаких не не кричат я поставил все меня ангел будет ангел я прошу бога во сколько встать он вас только меня поднимает вообще меня лёша зовут я из города таллина из эстонии таллин это эстония эстония до знаете кого-то из эстонии знаете кого-то я служил в армии у нас были там прибалты литовцы латыши эстонцы очень хорошие ребята работяги такие мне нравится но я в латвии был в латвии я уверовал венспилс город венспилс моя духовная родина я же вам скидывал там написано 52 года в пути я венспилс приехал после 52 лет как уверовал и там я благодарил бога понятно понятно а в эстонии были когда-то был в эстонии был у нас очень широкие связи в эстонии в центральной библиотеке мои книги 20 38 томов книг центральной библиотеке можно найти до национальной библиотеки эстонии латвии 650 библиотек мира получили от нас полный комплект книг нам обошлось это 35 миллионов рублей серьезные цифры серьезных тысячи выступлений были тысячи потому что мы везде останавливались у нас очень большие связи меня оправдывали привы пригласили в америку я там ездил много выступал с переводчиком да наверно я сам знал английский а там русская спора а вы сегодня может быть и тихонут не записываете что вы на камеру сейчас не записываете меня все записывается я же вам сказал можно записано это вот то что мы сейчас говорим бы записывать у нас все записывается уж еще раз говорю я же вам скинул данные то давайте начнем с начала ямдан начать скину вы прочитайте их как же вы не считали то я уже вам скинул этот материал там написано чтобы обязательно было у вас веб-камера у нас все записывается до интернета никаких личных сообщений чтоб не было я же вас предупредил может быть что-то пропустил а можно попросить не записывать давайте сейчас поговорим я скину если вопросов нет я прям сейчас вам все скину что скинуть и материалы предупреждения все данные свои где мы ведем занятия как молитвы совершаются свои данные и отдельно предупреждение о том что все записывается я всех на наши ресурсы все скидываю сразу ну понятно а с вами можно говорить без записи нельзя я даже разговаривать не буду зачем терять время мы говорим о хорошем о боге о вечности о спасении и время тратить не буду ну понятно понятно потому что мне некогда отвечать у меня очень большая аудитория ну понятно понятно у меня только на три канала и на одном канале только 23 тысячи своих роликов 87 кажется или 86 тысяч подписчиков скажите а как вам вот как сколько шагов можно добраться в деревню вашу каких каких шагов ну то есть сколько действий то есть там купить билеты там доехать долететь как вот не знаю зачем вопрос зачем такую даль ехать на должно быть оправдано все вот у нас сейчас воскресенье день деревни в пятницу будет экзаменовка тех кто готовился к крещению в субботу будет крещение у нас все распределена сколько людей приехал отовсюду к нам приезжали крещение принимать с полным погружением из ливана италии франции германии белоруссии украины казахстана у нас очень большой контингент и разнообразны а как это у нас какое-то ограниченное количество нет не ограничено но я работаем с кем с людьми работаем когда и люди изъявляют желание получить полное настоящее крещение мы их предупреждаем даем данные и далее идут с ними занятия потом назначается день когда они приезжают и вот у нас крещение будет 15 июля на этой неделе в субботу 15 или в субботу какой у нас там праздник да мы не по разнике сегодня у нас день петра и павла сегодня вы получили поздравление там открытку я вам отправил может быть может быть я обычно это время при проповедь говорю что он означает и праздник этот мы не оправдаем никак потому что нет благовестия не понял какой праздник не оправдываете что какой праздник не оправдывает это не праздник день петра и павла речь идет о благовестия благовестия то у людей нету ничего не знают а как праздник петра и павла это не праздник подражать им ян златоуз говорит празднование подражание тому кому празднуют не совсем понял расшифруйте пожалуйста ну как петр трудился проповедовал павел проповедовал ходил и призывает нас к этому и празднование какого нет сегодня а просто дата памяти их кончины кончится пост петров завтра впервые разрешается там молоко что едят сегодня рыбка сегодня сегодня рыба разрешается у нас строгие посты соблюдаются хорошо а как вообще вот можно к вам приехать а зачем вопрос зачем зачем приехать такую дата надо знать зачем вот у нас сколько люди приехали всем было дано разрешение мы готовим молимся я я сам и хочу спросить что может быть у кого-то благословение брать у патриарха у митрополита нету здесь митрополит только на один день у приезжает и все а у кого благословение брать а кто у вас рядом есть и благословляйтесь у бога господа бога просите через кого но через духовника если у вас есть тем более эстония более свободное в этом вопросе хорошо но вот получу благословение а дальше как то это от вас зависит как служить надо знать заповеди господни исполнять с радостью с благословением богу жить в духе святом никуда не отвлекаться ни на какую секту быть строго православным нет нет это да это понятно на каком сайте покупать билеты какие билеты но в барнаулу к вам его никто не разрешит в бы вас знать не знаем как дать кто разрешит нет ну понятно так надо познакомиться из эстонии я не знаю даже есть ход или нет потому что она там за украиной у них там заодно и может связи никакой нету разрешение не получите но надо узнавать но надо узнавать если вам надо я в эстонию не еду я там все проехал у меня работы хватает здесь а кто-то вот кроме вас вот кто вот живет в деревне с ними можно как-то на связь выйти ну выше мы беседуем с вами мы с вами беседуем вы уже вышли время не тратьте говорите какие вопросы есть это так крутим на одном месте да нет почему просто хотел познакомиться с молодыми ребятами не надо не выйду не выдумывайте молодыми познакомиться как будто вас не хватает вы у вас что-то кривите вам что-то другое хочется не кривлю говорю про ну-ка говорю познакомиться неизвестно кому поехать там с кем-то знакомиться еще тут выдумывать то у нас так не делается а как делается никак не делается мы работаем знакомиться некогда у у нас работаем ну вот вы спросили зачем приехать в такую дальнюю не зачем и вы не поедете вы знаете никогда не поедете вам это и не нужно это пустословие ну вот хочет человек вам приехать не хочет мы ему говорим не дури работой где работаешь нам некогда встречать да провожать даже да да только так так все здесь все я сказал подробное хотите вы найдете у нас на наших каналах там подробно все снято фильмы государственные сняты вы увидите так документальные фильмы которые заняли первое место на международном киноконкурсе и первое место в россии хотел у вас игнати тихонович спросить насчет божьей воли насчет чего насчет божьей воли но узнавайте божью волю считайте святую библию молитесь и господь вам откроет и вот такой вопрос что в книге и романаха рафаила я прочитал что мы можем прожить всю жизнь по заповедям причащаться исповедоваться до добрые дела но если мы не исполним волю божью о себе вот то тогда мы не спасемся то есть как бы это такой как бы ну долг обязанность а в другом месте афонские старцы я читал они говорили то что воля исполнить волю божью о себе и жить по воле божией а не по своей это великий подвиг так получается этот долг или подвиг все таки это не ничего тут нет особенно вы ты молишься тебя господь полагает на сердце по воле его живешь от мы через каждого часа встречаемся быть водимым духом святым а кто духа святого не имеет тот и не его римлянам 8 9 у нас даже вопрос такой не возникает воля божия воля божия то чтобы мы трудились для бога прославляли его делами жизнью своею 218 послание якобы покажи веру твой без дел твоих а я покажу тебе веру мою из дел моих и любой это скажет который сейчас фильм поставили про меня им прошлом году путь праведности хотя бы говорит человек 1 найдите который половина бы исполнял того о чем говорит а он у нас был владимир негудаев я вам скину это все хорошо приезжает санкт-петербург 4 часа полета как вы полюбили молитву молиться чтобы стоять не просто молитва как вот как долг какой-то как вот чтоб из-под палки а чтобы вы полюбили молитву это не передается если ты не рожден свыше тебе это и на дух не надо а у нас каждые два часа продолжается молитва мы знаем друг друга сообщаем коллективная молитва сама интернетное сообщество если хотите сообщества войти я вам скину адрес а вот то что вы уже присылали там можно найти через те ссылки или новые вот там все сказано к этому ничего нельзя добавить а вы выслали я все вам поусылаю у меня одинаково для всех я я сейчас вам все скину еще раз повторю понятно понятно скажите а вы на фоне были где на афоне зачем мне туда ехать зачем я ничего у них не вижу то что было по евангелию господь говорит идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет верить осужден будет не сидите где-то в кельях это посла евангелие от марка 16 глава 15 стих господь видеть они горит сидите мне дух не нужен даже их он не евангельский понятно ну понятно у нас миссионер миссионерское путешествие было три года подряд мы прошли 120 тысяч километров всю европу из прибалтику скандинавию пешком 100 до 120 тысяч километров пешком но пешком кто ходит сегодня когда я иду с великим грузом мы везде дарим евангелие забрасываем контейнера границы по 5 тонн и оттуда забираем и везде оставляем глубокий след как бы не возгордиться ну вот и все ничего не делать не возгордите ну не гордись сиди на дрожжах своих пока провоняешь на весь мир каждому привязывается не сгордись а никого гордиться день и ночь работа новые люди приходят хорошо заботиться о гордости в безделье живут и не знают куда ты ехать надо мне не надо ехать никуда у меня работа каждый день ну ясно хорошо я тогда почитаю игноти тихонов сейчас я вам скину все скину сейчас ну все на этом но наверно да просто ничего у вас не было так просто поболтать